Наказание гордецов Книга пророка Исаии, 22 глава, с 15 по 25 стих. Так сказал Господь, Господь Саваоф. Ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему. Что у тебя здесь? И кто здесь у тебя? Что ты здесь высекаешь себе гробницу? Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком. Свернув тебя в сверток, бросит тебя, как меч, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома Господина твоего. И столкну тебя с места твоего, и свергнут тебя со степени твоей. И будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хилкиена, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Оттворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома Отца Своего. И будет висеть на нем вся слава дома Отца Его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем. Ибо Господь говорит. Размышления. Часть 1. Злоупотребление властью. Книга пророка Исаии. 22 глава с 15 по 19 стих. Эти слова обращены к Севне, начальнику дворца, которого Господь лишает высокой должности по причине его эгоизма и злоупотребления властью. Севне даже строит себе гробницу. А это значит, что он считает себя достаточно важной персоной, чтобы оставить после себя памятник. Он игнорирует предупреждение Исаии и заключает союз с другими странами, чтобы быть сильнее. Он не признает, что это Господь дал ему власть и силу. Поэтому Бог накажет Севну и поставит нового начальника на его место. Как сказано в книге пророка Даниила, он изменяет времена и лета. Низлагает царей и поставляет царей. Даниила 2.21. Господь силен сместить даже самых могущественных людей. Какая власть и ответственность даны вам? Помолитесь за мудрость и понимание, чтобы вы могли хорошо исполнять свои обязанности. Размышления. Часть 2. Смена начальника. Книга пророка Исаии. 22 глава. С 20 по 25 стих. Из-за того, что Севна злоупотреблял своей властью, Бог лишит его должности начальника дворца и поставит на его место Елиакима, сына Хелкиена. Вся власть, которой раньше обладал Севна, перейдет к Елиакиму, чье отношение к людям будет подобно отношению заботливого отца, проявляющего сострадание к своим детям. Елиакиму подобляется гвоздю, вбитому в твердое место, что символизирует стабильность и прочность. Он крепко утверждится в этой роли и принесет славу своей семье, но не сможет предотвратить Божий суд над Иудеей. Как люди, мы ограничены и не можем спасти других. Спасение приходит лишь от Бога. Кто является вашим начальником, лидером? Помолитесь за то, чтобы в этой роли он утвердился в Боге и действовал в послушании Ему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!